Друзья, привет! С вами как всегда Полоскун, и сегодня я решил рассказать о том, как себя показывает новый робот Дагон с дроном Хирука в игре Вароботс. Но, друзья, перед началом данного видео, я бы хотел провести довольно большой розыгрыш 50 дронов Хирука. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить три простых условия. Во-первых, вам нужно подписаться на мой канал. Во-вторых, вам нужно поставить лайк этому видео. Ну и в-третьих, вам нужно писать любой комментарий с указанием ID и платформы. Определят победители будут с помощью рандомайзера, ну а более подробного своего розыгрыша, вы сможете найти в описании. Итоги розыгрыша будут подведены 10 ноября в моей группе во вконтакте, а также на моем дискорд сервере, ссылки на которые будут в описании. Ну, в общем, ладно, немного с вами отвлеклись, давайте теперь переходить к теме данного видео. Ну, я думаю, вы все прекрасно знаете, что на этой неделе началось новое событие с новыми блоками данных, где главным призом стал новый робот Дагон. И, само собой, в идеале лучше всего использовать с новым роботом пулеметы Теймер и Текстер, а также нового дрона Сикер, который идеально дополняет робота. Но проблема в том, что все это получить проблематично. Я уже делал видео на этой неделе с открытием блоков данных, и стало понятно, что если новый робот еще может выпасть из серебряных фиолетовых блоков данных, то вот все остальное получается только из золотых блоков данных, раздобыть которые – та еще проблема. Ну, я вспомнил, что буквально в прошлом вновлении был добавлен дрон Хирука. Их очень активно разыгрывали везде, где только можно, и еще вдобавок, чаще всего из блоков данных выпадал именно этот дрон. Поэтому, раз он есть у многих, то я решил попробовать поиграть на Дагоне с ним и рассказать о сочетании такой комбинации. И я сразу могу сказать, что дрон отлично себя показывает не только Сочо Кочи, но и с Дагоном. В основном, дрон хорош по трем причинам. Во-первых, он повышает прочность робота на 10%, а прочности у Дагона очень мало, поэтому без этого прям никак. Во-вторых, при активации активного модуля дрон добавляет 30 тысяч к максимальной прочности, что тоже очень здорово. Ну и помимо всего этого, дрон еще имеет встроенную пушку, которая наносит 20 тысяч урона за выстрел. Обобщая все ранее сказанное, становится понятно, что Хирука хоть и слабее нового Сикера, но все равно является отличным дроном, который можно комбинировать с новым роботом. Одно только жалко, что получить его сейчас тоже стало не так просто. Поэтому обязательно участвуйте в розыгрыше, в этот раз призов довольно много. Ну и в принципе, друзья, это все, про что я хотел сегодня вам рассказать. Всем большое спасибо за просмотр, и если вам понравилось данное видео, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну а с вами, кстати, это был я, Плазкун. Всем удачи, всем пока.